а денек сегодня офигенский пасмурно но без дождя и прохладненько а вчера и ночью дождик сыпал так что огороду прям красота смотрите цвет какой необычный и вон еще цветочки ну а мы доделку фасада пока отложили потому что ждем доски и в общем-то сам фасад плюс его еще хозяева хотят прогрунтовать ну не знаю посмотрим что получится поэтому мы вчера сегодня в общем-то внутри соответственно доделали электрику в межэтажном перекрытии потому что у нас тут и на светильники все пошло и на второй этаж через межэтажное перекрытие тоже пошло соответственно соединение все убираем распаячные коробки скрутка гильзовка две термоусадки и закрыли забыли металлорукав который без пвх оболочки обязательно заземляем то есть вот у нас он заземлился где-то там внизу с общим заземлением потом пришел сюда через проводок перекинулся сюда пришел и здесь тоже все хвосты вот так вот прям соединяю потому что ну металлорукав самое эффективное дешевое простое удобное и быстрое крепление это вот на монтажную ленту перфорированную потому что с этими вот держателями охренеешь просто и плюс они иногда и вылетают из них и в общем то деньги лишние и под каждый диаметр металлорукава нужен свой вот этот вот диаметр держателя в общем охренеешь поэтому так гораздо проще и дешевле и быстрее и удобнее и соответственно так как присверливаем его шурупом под него прям проводок зачистил на шуруп накрутил и вот так вот все и соответственно у нас вот все металлорукава все наши они все 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 друг с другом полностью связаны соединены заземление делается для статики поэтому вполне себе вот такой вот вариант он годится это ну не фаза и не ноль поэтому тут каких-то таких вот наворотов не нужно вполне себе она и такое проходит для статики ну лучше не придумаешь а тот металлорукав которых пвх изоляции он заземление не требует поэтому хрен бы с ним то есть мы его не заземляем и просто так вот прокидываем естественно проходим через балки где-то прямо насквозь где-то вот куда вот у нас кабель уходит в стену соответственно там просто вот так уголок либо спиливаю либо стамеской срубаю чтобы он туда ушел и потолок чтобы закрылся и стена чтобы закрылась и он как бы там вот так вот уголком прошел и в общем то все вот вчера позавчера тоже немножко с электрикой занимался а сегодня начал подготовку под уже сам межэтаж то есть у нас там где парилка там будет утепление нормальное а там где парилки нет просто межэтажное перекрытие там будет звукоизоляционная вата то же самое минвата только она акустическая и там волоконки немножко по-другому расположены и за счет этого она звук поглощает а не пропускает а плюс здесь еще как бы обратный эффект то есть мало того что ну вот понятно что так как вот эта мансардочка у нас антресолька открытая то естественно звуки все проходить будут но там где санузлы душ ну звук если туда будет идти в общем то ну не хорошо и плюс к тому что сверху будет деревянный пол то когда папа там вот кто-то будет ходить особенно на шпильках или на каблуках или топать то звук весь будет сюда идти как барабан а если мы проложим какую-то вот прокладку минеральную но минераловатную либо звукоизоляционную специальную то этот эффект барабана он уберется и соответственно там будет штопать но будет такой глухой звук и он передаваться вниз не будет то есть как бы и снизу вверх мы отсекаем и сверху вниз мы тоже отсекаем и то же самое мы будем делать на лестнице ну лестницу буду делать там уже более подробно все расскажу а здесь в общем то вот где парилка там ляжет утеплитель ну нормальной толщины потому что все таки это парилка а здесь у нас ляжет минвата где-то 50 миллиметров вот на всю вот эту плоскость и вот на этот аппендикс естественно тоже вот видите у нас такой выступ соответственно тоже чтобы там когда ну люди ходят чтобы вот она вот не барабанила а потому что здесь как бы основной проход так как у нас здесь самая большая высота соответственно здесь ходить будет удобнее всего ну и мебель я так думаю она все таки сдвинется туда подальше там либо стол либо кровать кровать вообще шикарно туда прям вниз ее убрать под крышу и как бы место будет использоваться и здесь вот на самом проходе она тоже стоять не будет поэтому самый ну мне кажется оптимальный вариант ее куда-то вот в угол и туда в самый угол запихнуть ну и соответственно первый самый этап подготовки это нам надо выровнять две плоскости то есть потолочную плоскость выровнять ее прям в ноль и половую плоскость тоже вырвать он в ноль а так как здесь ну вот из досок все это собиралось естественно доски кривые и веденные и в общем то не пойми какие поэтому сначала собрали вот она у нас какое-то время постояла немножко посохла ну так для вида и сейчас вот когда приступаем уже к работе то естественно все вот это вот выравниваем соответственно здесь немножко выступала здесь прям рубанком он так вот прошелся вполне себе и там вот несколько досок у нас они тоже выступали сюда поэтому тоже рубанком прошел соответственно прям беру уровень ставлю его отмечаю риску рубанком состругиваю вот насколько получается а потом вот там вот если нужно вот около стены то там вот так вот поперек потому что рубанок до конца не доходит у него же там пятка передняя и соответственно вот он что-то снимает а дальше не идет поэтому сначала вот здесь а потом уже вот так чтобы пятка шла по уже как бы нижней плоскости иначе и если сначала вот с этой стороны идти то получится что здесь вот выступ и пятка на него будет подниматься и состругивать нужное нам не будет а так как вот мы здесь углубили сначала то потом уже в общем то вполне себе хорошо он строгает ну и сверху соответственно тоже потому что у нас вот три балки продольных и вот это вот самая такая поганая попалась она прям винтом караул и соответственно я ее выставлял так чтобы в ноль она была по потолку а верх уже гораздо проще но состругивайте как-то там подравнивать поэтому здесь как получилось так получилось и пришлось вот почти половину балки снимать но состругивать чтоб она была вот так вот в ноль тоже беру прям уровень он двухметровый у меня положил примерно прикинул рубанком сострогал потом опять положил посмотрел нормально нормально и тут тоже вот несколько вот этих вот досок тоже пришлось подстругивать потому что они и разной ширины и в общем то и тоже и веденные поэтому вот когда вот это все собирал у меня как бы основное было сделать потолок ровный потому что ну на вытянутых руках корячиться что-то подстругивать оно неудобно а когда сверху вот по нему прям ползаешь там или ходишь или летаешь то гораздо удобнее и вот эта балка которая вот вот там уже вот в самое уперлась в стену там естественно рубанок туда не заходит и поперек тоже не получается потому что там с одной стороны мотор немножко выступает с другой еще там что-то выступает и там просто на болгарку лепестковый диск и им прямо так вот сошлифовал ну почему рубанком в основном здесь потому что от него гораздо меньше пыли от лепесткового диска конечно пыль стоит просто караул какая вот когда что-то шлифуешь там или еще что-то поэтому как бы все что можно снял рубанком все что уже совсем нельзя там уже как бы вот болгаркой ну и второй этап подготовки натягиваю проволоку то есть проволока это у нас как бы так несущие основания на которой ляжет утеплитель чтобы он не проседал потому что но вот здесь будет вагонка в общем то ну и она выдержит однозначно это так скажем но больше перестраховка а вот там вот будет пластик а пластик он мягкий и в общем то если на него ну какой то вес то он может и прогнуться и и в общем то рухнуть опять же я не знаю какой тут будет пластик какой хозяева купит поэтому лучше тоже перестраховаться и в общем то вот по всей по всей вот этой плоскости натягиваю проволоку то же самое делал с черновым полом то есть у меня черновой пол здесь из проволоки там доска не подшита это и надежнее потому что доска прогнивает лишнее опять же она как но влагу от грунта может себя впитать а проволокой гораздо лучше она общем то вечная шаг такой вот примерно сантиметров 15-20 ну и как то так вот натянул соответственно сначала прохожу везде накручиваю шурупики маленькие тут в общем то любые можно даже и черные гипсокартонные в общем то хрен бы с ним потому что здесь нагрузка она совсем копеечная прошел накрутил один пролет проволоку натянул сильно и причем натягиваю по ходу движения чтоб шуруп когда закручивался он проволоку наматывал а не наоборот разматывал потому что если сделать ну вот так как я делаю шуруп закрутил проволока натянулась а если накрутить наоборот то шуруп закрутил и проволока ослабла ослабшая проволока она в общем то ни о чем это получается вся работа она не нужна то есть что-то или делал что ты не делал поэтому на это тоже внимание всегда надо обращать и сначала делаю первый пролет а потом уже все остальные почему потому что ну не каждый день это делаешь какие-то нюансы мелочи можешь забыть опять же по ходу здесь одно на предыдущем объекте другое и как бы вот один как шаблон сделал руками все это прошел глазами головой если не забыл под шапку поддеть с утра и в общем то дальше уже пошел ну уже как бы без сомнений что можешь накосячить и соответственно вот сюда дошел вот у меня последние шурупы не закрученные потому что к ним буду при ну прихватывать следующий пролет и и вот так вот как бы пролет за пролетом и шурупов он уже накрутил везде и вот здесь вот у меня как бы пролет вот здесь довольно таки приличный поэтому справа закрутил шурупы слева закрутил шурупы а посерединке не кручу здесь просто степлером прихвачу вот так вот и все потому что проволока между шурупами натянута довольно таки хорошо и здесь нужна просто такая небольшая прихватка чтобы она вот не провисала на такой длине и там и там степлером нельзя потому что она не натянется шурупы нужны мало того что для жесткого крепления и долговечного но еще и для натяжки потому что просто так руками хорошо проволоку не натянешь а шуруп когда закручивается плюс он уходит в древесину шляпку топим обязательно чтобы у нас вот доска потом легла прям ровно на ровную плоскость если шляпка будет торчать она в нее упрется и но эта фигня будет и так как она еще уходит туда то еще плюс вот за счет вот этого она проволоку тоже подтягивает и получается у нас здесь прям вот можно музыку играть потому что проволока натянутая она поет то есть вот после монтажа можно на всякий случай пройти вот так рукой прям дрынь и проверить где она будет слабенькая это сразу почувствуется ну естественно звук совершенно другой поэтому ее надо будет как-нибудь подтянуть например вот ну вот предположим даже вот это вот проволочка она хреновенько натянута то потом можно взять шуруп ее вот так вот отодвинуть как бы натянуть и сюда шуруп закрутите с двумя скобками прихватить получится она была вот так а станет вот так то есть мы увеличиваем длину и за счет этого увеличиваем силу натяжения и скобками прихватываем потому что просто шуруп она слетит на шуруп надо обязательно накрутить чтобы она держалась на шурупе а головкой прижимала а если она будет просто так проходить то естественно шуруп она слетит это будет фигня поэтому здесь обязательно тоже надо будет степлером ну шлепнуть пару раз ну и в общем то все проволоку натянем потом пароизоляция бэшка обязательно потому что здесь влажные помещения в парилке фольга то есть там вообще никаких вот этих простынок только фольгой а здесь пароизоляция а сверху накрывать ничем не буду просто будет половая доска никакой бэшки ничего но его на хрен в общем то она тут не нужно потому что на втором этаже там такая зона она в общем то и и не влажная и не пыльная и не грязная доска четвертованная поэтому вполне себе она будет пыль держать но даже если там чуть-чуть пыли в утеплитель насыпется но это тоже фигня ничего страшного и потом пароизоляция потом утеплитель и потом уже половая доска а низ уже естественно будем шить потом когда приедет к нам весь пластик вагонка ну и так далее и в общем то вот как то так